Рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Сегодняшний наш мастер-класс будет посвящен нескольким темам, в частности регистрации, работе с каталогом, мобильному приложению, медиаматериал. Меня зовут Ольга Подколодня, я методист ЭБС Юрайт. Подскажите, пожалуйста, меня хорошо видно и слышно? Дайте, пожалуйста, обратную связь в чат. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если все хорошо. Ждем. Меня не слышно и видно? Уважаемые коллеги, дайте, пожалуйста, обратную связь. Сейчас мы проверим наши технические настройки. Одну минуточку, пожалуйста. Некоторые параметры. Поставьте, пожалуйста, плюс, если сейчас меня стало видно и слышно. Дайте нам, пожалуйста, обратную связь, чтобы мы знали, что у нас все в порядке. Все, спасибо. Тогда мы начинаем. Я сейчас переверну свой экран. Мы проведем, спасибо большое, мы проведем наш мастер-класс в режиме, вебинар в режиме мастер-класса для того, чтобы наглядно вам продемонстрировать, как регистрироваться ЭБС Юрайт, как пользоваться сервисами. Для этого я переверну сейчас свой экран. И вы увидите то же, что буду видеть я на своем экране. Итак, что собой представляет ЭБС Юрайт? На сегодняшний день наш каталог представляет собой более 7480 книг. Из них большая часть это книги для высшего образования. И каталог ЭСПО сегодня представляет собой 2286 книг. Далее более подробно я расскажу про непосредственный каталог. Для начала давайте начнем с регистрации. Чтобы зарегистрироваться ЭБС Юрайт, вам нужно нажать кнопочку регистрация в правом верхнем углу. Далее у вас появится такая форма регистрации. Вам нужно выбрать тип учетной записи «преподаватель». Нажимаем на преподаватель. Далее вводим здесь свой электронный адрес. Мы рекомендуем указывать личный электронный адрес, поскольку чаще всего к личному электронному адресу у вас будет более простой доступ. Тем более, если, например, вы решите воспользоваться ЭБС Юрайт где-то удаленно, где-то находясь на отдыхе, то с личным аккаунтом вам будет удобнее. Дальше вы вводите фамилию, имя, отчество, выбираете учебное заведение. Если вы регистрируетесь не из-под стен вуза, если вы регистрируетесь, находясь в стенах вуза, то по IP у вас автоматически учебное заведение уже подставится. Если же, например, вы регистрируетесь из дома, то выбираете здесь название вуза. А дальше администратор или сотрудник библиотеки подтвердит вам вашу учетную запись, вашу принадлежность тому или иному учебному заведению. Дальше очень важная вкладка для заполнения – это дисциплины. Здесь нужно максимально четко, максимально развернуто указать те дисциплины, которые вы преподаете. Зачем это нужно? В дальнейшем мы планируем рассылку информации о новинках с привязкой к дисциплинам, которые вы преподаете. Также для работы с сервисом «Индивидуальная книжная полка преподавателя» эта вкладочка для вас очень полезна будет, потому что вам будут подбираться книги преимущественно, приоритетно по тем дисциплинам, которые вы преподаете. И на книжную полку вы сможете ставить книги по этим дисциплинам. Дальше вы принимаете условия соглашения, согласен с пользовательским соглашением, согласен получать новостные рассылки, если вы хотите, и нажимаете кнопочку «Регистрация». Дальше на указанный вами электронный адрес придет ссылочка, по которой вы должны будете перейти, заполнить новый пароль, который вам будет удобен и который вы сможете легко вспомнить. И таким образом регистрация будет завершена. Я сейчас войду в свой личный кабинет и расскажу вам про дальнейшие сервисы, про различные сервисы, которыми вы можете пользоваться как преподаватель. Если же, например, вы регистрируетесь не из-под стен вуза, и вам нужно будет подтверждение от администратора библиотеки, ЭБС онлайн, библионлайн, то вы можете знать, что подтверждение вам это может выдать сотрудник библиотеки. Можете обратиться в библиотеку и вам вашу регистрацию подтвердят, вашу учетную запись, и вам будут доступны все сервисы. Итак, начнем вкратце. О нашем каталоге. Как я уже сказала, что в строчке весь каталог указано общее количество книг, доступных в нашем каталоге. Сверху мы видим графу «Ваша подписка». Здесь указаны книги, на которые подписано ваше учебное заведение, которым приобрело доступ. То есть, в данном случае я зарегистрирована как сотрудник Московского государственного тестового учебного заведения Юрайт, которому доступно 7777 книг. В вашем случае будет то количество книг, которые закупил, приобрел ваш ВУЗ. Дальше у нас идет весь каталог с разбивкой по направлениям. Каталог ИСПО с такой же разбивкой. Далее представлена коллекция легендарных книг. Это книги, которые написаны основоположниками наук Вернадским, Циолковским, Станиславским и прочими мэтрами наук. Доступ к этим книгам бесплатный. Вы можете им пользоваться, ваши студенты могут им пользоваться в любое удобное для вас время. Опять же, при регистрации на вебинар вы задавали нам вопросы. И так как Оксана Дементьева задавала вопрос, могут ли воспользоваться студенты бесплатно учебниками и что для этого надо сделать. Вот как раз в данном разделе легендарные книги представлены книги, которыми может воспользоваться каждый студент, вне зависимости от того, есть ли у вас какая-либо подписка к ЭБС Юрайт. Опять же, Анна Ткачук задавала вопрос. Образовательная организация обязательно должна иметь договор с Юрайт? Чтобы воспользоваться этими книгами, в принципе, организация может не иметь договора с Юрайт. Но здесь уже другая сторона есть. Для библиотеки, для прохождения аккредитации мы можем заключить договор на безвозмездное использование. Но, тем не менее, студенты могут пользоваться этими книгами абсолютно бесплатно. Далее у нас идут специальные подборки для изучающих то или иное направление, те или иные дисциплины. И отдельно вынесены книги с тестами, но тестированию будет отведен особый вебинар. Тоже у нас состоится на этой неделе. У нас будет цикл вебинаров и другие темы будут рассмотрены уже в последующие дни. Итак, вкратце расскажу о работе с каталогом. Например, мы видим, обратимся к самой первой книге «История древнего мира, древняя Греция». Данная книга, поскольку у нас есть подписка ко всей ЭБС, у нас она доступна в режиме «Читать». То есть, чтобы войти в книгу, нам нужно будет нажать на кнопочку «Читать». Давайте вкратце остановлюсь на карточке данной книги. Чтобы скачать библиографическое описание и в дальнейшем использовать его в своих работах, так как вы считаете нужным, вам нужно нажать на кнопочку «Скопировать в буфер библиографическое описание». Вы нажимаете на эту кнопку, затем открываете любой текстовый файл, нажимаете «Контрол В» или «Вставить», и библиографическое описание у вас попадает в этот файл. Теперь давайте посмотрим саму книгу. Заходим в «Читать». Расскажу вам, как устроен наш вьюер, просмотровик. Итак, у нас загрузилась вся книга, поскольку она у нас доступна в полном режиме. Если у вас учебник не входит в подписку вашего учебного заведения, то вам будет доступно 10% от текста для ознакомления. То есть в любом случае у вас книга будет с кнопочкой «Ознакомиться», и с 10% текста вы сможете всегда ознакомиться, даже если нет подписки. В левом столбце мы видим оглавление. Здесь также есть у нас кнопочка «Скрыть». Мы можем убрать нам ненужный столбец, чтобы ничего не мешало. Дальше мы можем менять масштаб. Если у вас определенный размер монитора или, например, какие-то особенности зрения, вы можете увеличивать, например, масштаб или уменьшать так, как вам удобно. Чтобы сделать цитату, нам нужно фрагмент текста выделить. Мы нажимаем на кнопочку «Выделить». Далее выделяем требуемый фрагмент текста. И сверху появляется кнопочка «Создать цитату». Мы нажимаем на «Создать цитату». Происходит регистрация цитаты. Загорается у нас активная кнопочка в левом углу. Нажимаем на нее. И здесь у нас будет видна наша цитата, которая зарегистрирована. Нажимаем «Копировать текст» и также вставляем в вордовский документ. Таким образом у нас попадает и цитата, и библиографическое описание. Той книги, с которой эта цитата была заимствована. К цитированию доступно не более 10% каждой книги. То есть если в книге 50 страниц, 5 вам будет доступно к цитированию. Всего. За все время пользования. Потому что часто у нас возникает вопрос «10% в один день и 10% во второй». Нет. 10% от каждой книги всего. В общем, в своем объеме. Давайте вернемся на главную страницу. Я вкратце расскажу вам о том, как искать книги по требуемым дисциплинам. Поскольку это очень важно при работе с нашим каталогом, в котором, как вы видите, более 7000 книг. Самый простой вариант поиска – это поиск через поисковую строку. Например, вы можете ввести название интересующей вас дисциплины. Например, это будет культурология. Нажать на лук или нажать на Enter. И база предложит вам перечень книг, которые подходят для этой дисциплины. Есть еще другие варианты поиска. Есть поиск по дисциплинам. Здесь вы можете также выбирать дисциплины. Например, мы выбираем ту же культурологию. Нажали «Искать». И у нас предлагают не только найденные дисциплины, которые не конкретно ограничиваются словом культурология, но и рекомендованные дисциплины, которые связаны с дисциплином культурология. Дальше вы переносите интересующие вас дисциплины в правый столбец и нажимаете «Поиск». Так у вас сформируются книги по тем дисциплинам, которые вам интересны. Также у нас есть расширенный поиск. Это инструмент на случай того, если поиск нужно сделать более узким, более предметным. То есть, например, изучить не только в общем культурологию, а какую-то специфическую отрасль, область данной науки, тогда мы здесь включаем какие-то ключевые слова, например, которые мы ищем в названии, в наименовании. Завершая свою часть рассказа, хотелось бы остановиться на некоторых вопросах. Очень много вопросов по поводу того, что вы не можете найти некоторые учебники по интересующим вас дисциплинам. Что делаете, если нет новых учебников по специальностям, спрашиваете вы. Можно ли разместить авторский учебник на платформе? Что можно порекомендовать? Если у вас есть хороший учебник, если вы хотите его выложить, чтобы наша редакция его оценила, разместила, то вы можете зайти на наш сайт urite.ru. Здесь есть раздел «Преподаватели». Здесь вам нужно прийти во вкладочку «Как стать автором современного учебника». Когда вы туда переходите, у вас появится анкета, появятся данные, подать заявку, которую вы должны заполнить. Или же вы можете написать на gret.ru. Так ваше письмо пойдет напрямую в нашу редакцию. На этом я завершаю свою часть рассказа о каталоге. Хотелось бы узнать, есть ли какие-то вопросы, потому что хочется как можно скорее перейти к второй теме, к медиаресурсам, поскольку это очень актуально, очень интересная тема. Есть ли вопросы по пользованию, по тому, как использовать наш каталог? Или все понятно? Ну, поскольку вопросов нет, я передаю свое слово моей коллеге Анастасии Ивановой. И Анастасия расскажет вам о медиаресурсах. Уважаемые преподаватели, или утро, меня зовут Анастасия, методист, также электронной библиотечной системы Юрайт. Я рада приветствовать вас на продолжении нашего мастер-класса, посвященного ресурсам нашей электронной библиотечной системы. Во второй части мы с вами поговорим о таких возможностях, как мобильное приложение и медиа-учебники. Предлагаю начать с мобильного приложения. И я также, как и моя коллега Ольга, перекручиваюсь сейчас на демонстрацию экрана, чтобы мы с вами все смогли посмотреть. Итак, чтобы посмотреть про наше мобильное приложение, сначала перейдем в самый низ электронной библиотечной системы. Тут будут доступны ссылочки, как загрузить через App Store, либо через Google Play. И наше мобильное приложение можно скачать нам на любое устройство, на планшет, либо мобильный телефон. Таким образом, это будет отображаться на мобильных устройствах, как ваших, так и ваших студентов. Тем самым вы можете уже привлекать студентов с использованием их гаджетов, что на текущий момент является тоже достаточно серьезным вопросом в образовательном процессе. Также, как в основной версии, будет указан каталог. Будет каталог также разбит по направлениям. И можно будет книгу, сначала нужно будет закачать в мобильное приложение. Когда вы найдете интересующее вас издание, то вы сразу, у вас будет кнопочка скачать. Еще оговорюсь также, что использовать регистрационные данные, такие как логины, пароли, такие же можно, как в основной версии. И точно так же будет отображаться подписка учебного заведения, если таковая имеется в мобильном приложении. Также в мобильном приложении будут доступны наши медиа-ресурсы. Это аудио-видео файлы. И, пожалуйста, скачивайте, пользуйтесь, привлекайте студентов к использованию и прочтению. Отмечу также, что использовать мобильное приложение можно также в офлайн-режиме. Он будет работать и без доступа к интернету, что также будет удобно и, надеемся, что полезно. По мобильному приложению все, и мы с вами перейдем к нашим медиа-учебникам. Вернемся на сайт нашей электронной библиотечной системы, на сайт biblionline.ru И воспользуемся также строкой поиска для поиска нужных нам учебников. К началу вебинара от вас поступило достаточно много вопросов по данной тематике. И оговорюсь, что медиа-учебники – это учебные материалы наши, которые представлены в МБС, дополненные видео- и аудиофайлами. Найти их можно точно так же, как обычные. Например, найдем учебник по физической культуре. И вверху есть возможность оставить галочку с медиа-материалами. То есть поиск будет происходить только по тем учебникам, которые будут дополнены дополнительными материалами. Дополнение будет отображаться в карточке книги значком, таким красненьким, как значок YouTube. Цифра рядом с значком обозначает количество дополнительных материалов, которые прикреплены к данному учебнику. Считается общее количество. И войдем в карточку книги. Нажмем на кнопочку «Читать». У нас откроется общее описание книги. Если вдруг ваши подписки данного интересующего учебника нет, медиа-материалы будут доступны вам в любом случае. Они будут отображаться с правой стороны, материалы к текущему разделу. Также можно посмотреть материалы ко всем разделам. И если учебник будет дополнен другими фрагментами, не только видео, но и аудиофайлами, здесь будет дополнительный значок, можно будет отсортировать по нужной теме, по нужному формату дополнительных материалов. Отмечу, что наши медиа-материалы отбирают тщательным образом, отбираются методистами нашей электронной библиотечной системы. Мы работаем с очень крупными правообладателями, такие как Концерна, такие как Росатома. Также нам дали возможность использовать свой видео и аудиоконтент госучреждения, такие как МИД, Следственный комитет. И данные ролики используются в полном правовом пространстве. То есть мы заключили с правообладателями контракты соглашение на правоиспользование. Все видеофрагменты аудио находятся на сайтах правообладателей. Мы же используем технологию фреймворка, что позволяет открывать видеофрагменты или аудиофайлы в дополнительном окне. Но вы можете их использовать, пожалуйста, в своем учебном процессе. То есть взять ссылки на эти аудиофрагменты, да, или видеофрагменты, показывать их и демонстрировать в учебном классе, если есть возможность, техническая в плане проектора, либо еще какая-либо. Итак, каждый фрагмент привязан к определенному разделу учебника. И если вам доступен полный текст книги, вы можете узнать, о какой главе привязан то или иной видеофрагмент. То есть в оглавлении будет это отмечено. В нашем с вами случае к главе второй привязаны видеоролики в количестве четырех штук. Также к пятой главе привязан один видеофрагмент. Тем самым при преподавании данной темы, при данном уроке, вы можете его расширить, дополнить такими интересными моментами, показать, например, в видеоформатах. Ведь они даром же говорят, что лучше сто раз увидеть, чем один раз услышать, либо прочитать. Поэтому разнообразьте, пожалуйста, ваши лекции и используйте медиаматериалы. Также хотелось отметить, что помимо легальности наши материалы будут отображать металлическую сторону. То есть они конкретно, это учебные именно материалы и используются именно в учебном процессе. Также, как и говорила ранее, все видеофрагменты, все видеофайлы проходят тщательный отбор не только металлистами, но и авторами учебников. И размещаются в формате электронных wide stream только с разрешения. Поэтому высокое качество также будет гарантировано в данном процессе. Таким образом, также поступало много вопросов, кстати, о том, как разместить на медиаматериалы. Если у вас есть какие-то наработки, вы можете непосредственно связаться с нашими методистами по электронной почте grec.urite.ru и предложить какую-то методическую сопровождение помощи в этом вопросе и предложить ролики, которые вы считаете, что к каким-то разделам, учебникам будут подходить и полезны. Давайте вернемся к вопросам. Если у вас остались какие-то вопросы, то готовы на них ответить. Если вопросов нет, тогда мы завершим наш сегодняшний вебинар, нашу сегодняшнюю встречу. Мы были рады участию вашему в нашем мастер-классе. Спасибо вам большое и ждем вас на наших следующих вебинарах, на наших следующих мастер-классах завтра и послезавтра. Сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok